А что я так долго выбираю? Я же в любом случае на все отвечу. Оно тебя не выпотрашивает? Страшно выпотрашивает. Я рву, я сумасшедшая. Ты шо? Но у тебя 3 миллиона партищиков. Я же мовчу про православность. Результаты. Каковы результаты? Я не теки свои комментарии. Вы еще не. Я еще твои читаю. Вот дурбет. У вас сначала, у вас элитных артистов, у вас элитных артистов. У меня дуже пиздно выросла грудь. Я же занималась спортом. Росла только талия. Про твои гонорары, легенды ходят. Деньги я тоже дуже люблю, друзья. Ты реально, ты тайфун. Вот так вот к стеночке прижалась. Не, не хочу славы. Не хочу славы. Слава ограничивает. У меня непереносимость алкоголя, поэтому мне надо поговорить. Сергей притулла для меня продолжить фраз. Кличка младшего, кстати. Шо, Кличко, а когда заходил к тебе? Роман был длинный? Долгий? Сейчас такие все. Вот он эксклюзивчик. Привет, друзья. Могу вам сказать, что момент сейчас для меня очень волнительный. У меня в гостях человек, которого я искренне люблю, но с которым мы настолько мало знакомы, что пока получается клинч. Человек, которого мы очень ждали, но она мало дает интервью. И она все-таки пришла. По какой причине? Ради меня? Или чтобы вышло интервью на ютубе? Сейчас мы узнаем. Леся Никитюк. Это очень круто. Я думала, что ты не придешь. Да, мне нравится Леся Никитюк. Это очень круто сразу. Леся Никитюк. Не, но об этом сейчас подтверждает все. И твоя популярность, и твои подписчики в Инстаграм, и то, что ты остаешься человеком прекрасным. Скажи мне, ты веришь, что мои подписчики в Инстаграм это настоящие люди? А что, есть какие-то варианты еще? Подожди, подожди. А есть какие-то еще вы, они просто много людей сомневаются, что настолько много подписчиков у меня на Инстаграме. А почему? Более много людей забывают, что Леся Ивановна Никитюк 130 стран объездила и показывала, как бы, одна из первых, которая показывала людям мир и те уголки планеты, где, в принципе, люди не попадают. Еще же на все СНГ выходила, Орел и Решка. У тебя гигантская аудитория СНГ. Да. Поэтому мне как раз, у меня как раз все понятно это. Все настоящие. Проверяйте, посмотрите охваты. Охваты хорошие. Статистика хорошая. Ну, там же еще недавно нам, сколько, полгода уже нам дали галочку. А там же такая ситуация, что галочку не дают любому блогеру или там артисту там кому-то. Они же делают обследование. Мне тоже дали галочку. Дали мне галочку. А как тебе дали галочку? Они сначала проверили. Это правда. Зашли до каждого подписчика домой. Подивилися, чи те платят вовремя коммуналку, чи податки платят. И только тогда дали галочку. Вот. Есть у меня подозрение, что сегодня ты мне отомстишь за всех моих, за всех упрекателей, которые говорят, что я перебиваю своих собеседников. Потому что сегодня я буду молчать. А ты так говоришь, да? Ты говоришь, что у тебя фальшивые подписчики, а мне, что я перебиваю своих гостей. Сегодня мы можем соревноваться. Что за тварины вообще? Ну кто таки говорит вообще, ребята? Понял. Мы живи люди. Ну что это такие? Нет. Очень странный. Очень как бы необычный формат. Она смотрит по телевизору, понимаешь, думает, что мы роботы. Ребята, точно так же писаем и какаем. Точно так же переживаем, читаем ваши комментарии, плачем, страдаем. Точно так. Да ладно. Нету пофигизма в душе. Ты плачешь, страдаешь? Я читаю, я, конечно. И плачешь? Конечно. Я рву, я сумасшедшая. Ты что? У меня сразу говорю, как? Чтобы ты сдохла, чтобы ты не дожила до эфира. Знаешь, какие были? Я про танцы вспоминаю. Это сейчас после танцев иногда бывает. Вот так? Да. А я думаю, ладно, хорошо. Ладно. Это ж человек, я ж смотрю, захожу в профиль, специально зарегистрировался в Инстаграме, чтобы написать. А, то есть там, где нет профиля, нет аватарки. Это ж что должно быть в голове? Это ж не капли радости, не капли любви. Но у тебя 3 миллиона подписчиков. Я же мовчу про православность. Повернись ко мне. У тебя 3 миллиона подписчиков, это означает, что могут быть тысячи комментариев. Ты все прочтешь? Да. Откуда у тебя время на это? Ну, я считаю, что... Ну, мне кажется, я завжди прислухалась до думки людей. Ага. Вот. И мне дуже важливо разуметь, что там происходит. Как они, где они, как они меня описывают, на что они реагируют. Но ты же понимаешь, что это человек, который специально зарегистрировался для того, чтобы тебя уколоть и обосрать. А ты ведешься на это? Я не ведусь, я смотрю, читаю це обсырание. Ну? Вот. И стараюсь бороться со своими эмоциями. Каждый раз. Это такой вызов получается? Ну да. Мне нужно столько раз, я буду читать, там, маленькую долю гамна, но оно есть, которое на меня пишут. Я буду читать его до тех пор, пока я не поборюся и не стану относиться к этому пофигистически. Можно ли узнать о вас, Леся, каковы результаты? Каковы результаты? Я на теки свои комментарии, что я... Я еще твои читаю. Знаете, в чем ее феномен? Пока она молчит, ржет. Ее феномен в нескольких вещах. Лично для меня. У этого человека, прости, что о тебе в третьем лице, у нее нет настроения нейтрального. Она пребывает либо в нереально крутом позитивизме, она заряжает собою электростанции, все вокруг жут, плачут, вот так вот валяются, потому что она искрометно всех закатывает и ну просто фантастический, фантастический заряд от себя идет. Габунов все мои шутки забирает. Я покидаю это шоу. Либо ровно перпендикулярно. Да. Друзья, мы только что выступили, и я хочу сказать, что высловы Влада Ямы в мою сторону уже третий эфир-подряд были некорректны, потому что он человек, который много лет танцует, а я на сцене третий гребаный раз. И это несправедливо. До меня так высловливаться. Так вот, либо состояние, когда ей грустно, которое она очень прячет сильно, но тогда мне кажется, что всем хана, кто рядом с тобой. Да. Я вспыльчиваю, я сразу всех разгоняю. Я один раз через гриминерочку свою с картонной стеной, я слышала, как ты кричала на весь свой, как бы, персонал, и у нас трясли стены. Ну, это персонал. Ты так накажи, сейчас люди подумают, что у меня рабы працуют. Я рабы не сказала. Заметь, я сказала персонал. Это твоя ассистентка. Нет, наймите. Наймите. Ассистентка. Нет, наймите. Ассистентка. Нет, наймите. Просто 80 рабов. Не шучу. Ну, и никогда не бываешь, ну, то есть, например... Нету среднего у меня. Да, нет. Это как средний, средний, ну, как бы, жители среднего достатка в Индии. Вот нет, есть либо очень сильно богатые, либо сильно бедные. Так же мой характер. Ты затрачиваешься на эти оба состояния одинаково сильно. Да. Оно тебя не выпотрашивает? Страшно выпотрашивает. Я хочу с тобой честно поговорить. Я могу молчать. Ты мне дико интересна. Сохранять среднее состояние только под водой. Я мастер спорта с плаванием. И как я могу утопиться? Мастер спорта по плаванию? Ну, конечно. Мастер? Да. Даже не кандидат в мастера. Есть йода, а есть мастер спорта. То я спорта. Передо мной сидит Диана, твоя ассистентка. Вот когда она начинает падать и ржать, я понимаю, она подбрехивает, да, сейчас? Она подбрехивает. Получилось все. Мастер спорта, это правда. Ну да, у меня сейчас очень... Я вам рассказывала про свое... Детство? Серьезное детство. Нет, не рассказывала? Нет. Ну, меня водили по всем кружкам, и на танцах у меня не было партнера по росту, меня сразу оттуда убрали. На школу, на музыку, там, и на пение не было денег. Это и в Хмельницком, собственно, школы музыки не было. Ну, там какой-то класс бояна были все. Вот. Потом на гимнастику я высокая, меня не взяли. Вот, бегать. Мама сказала, нет, Леся, будешь бегать, будут почки опускаться. Не надо нам бегать. Вот. Не пошли мы на легкую атлетику. Вот. А тут в бассейн как раз там, что там, в той воде. Угу. Одни трусики купальник купила, и вперед. А он же ж тянется на 5 лет сразу. Сколько ты занималась? 9 лет. 9 лет? Да. Мастера спорта прям? Да. Такие плечики у тебя маленькие. Нету. Нету у меня плечей, я сейчас скажу, но у меня нету талии узкой. Это тоже плавание, да, подруга? У меня пошло, вот есть, когда дают девочкам, либо широкие плечи, либо корпус. Вот у меня корпус пошел. Слава богу, плечи не пошли. То есть развились мышцы. Такой, как у тебя, у меня талии не будет ни рекламы йогурта, мне не возьмутся. У меня зато нет таких ног, как у тебя. Ну и слава богу, хоть что-то у тебя нет, Маша. Такие же красивые ноги. И такие все стали идеальные просто. На танцы ты пришла не с такими ногами, а ушла с такими. А я с какими пришла, с такими осталась. Я просто. Давай, тянем. Не обижайте свое тело. Вот я на танцах, когда мы показывали нам какие-то движения, я смотрю, говорю, это что же я как дебил, что же мне с этой рукой, что она там надо было делать. Помнишь, под тан-таран-тан-тан-тан-тан-тан-тан-таран. И у меня не получилось с этой рукой. Я так зачморила эту руку, что я сразу на первом же шею ее чуть ли не сломала. И шесть месяцев у меня было восстанавливание. Серьезно, ты поссорилась с рукой? Поэтому не ссорится с ногами. Мои лёшечки, мои попсяшечки. Любе, мы отвечаем по очереди. Я по алгебре повторила. Да ты не вычислишь никак. По геометрии повторила. Я просто гуманитарий, у меня пять малюваний было. Тут все гуманитарные науки. Да? Да. Все для гуманитариев. Понеслась. Так, я поняла, что привлекаю мужчин, когда у меня выросла грудь. Вот сколько лет тебе было? У меня очень поздно выросла грудь. Я же, значит, занималась спортом. Росла только талия? Да, ну росла только я в рост. А все вот это уже попозже у меня нарастало. Ну во сколько лет? И у меня девочки, когда такие ходят, я уже, смотри, скажи, дивись, в чем я сегодня пришла. И такая. Липачок, да? Я типа, это что такое? Лифчик. Боже, мы так стеснялись. Мы потом смотрели этот лифчик. Значит, там кружево. Думаю, блин, это же сколько, это же разно, так интересно. А у тебя вообще ничего не было? Ну где-то в восьмом классе. Это тебе было лет 14-15? Да, 14-15. Нормально. Ты же такая, что-то там, напухла. Я думала, что... И сразу мальчики, сразу мальчики с тобой стали флиртовать? Ну, со старшего, старшего спортивного класса. Был такой Сашка Кодак. Кодак мы его звали. Мама его работала в в Кодак фотоаппараты, там пленка. О, это было очень модно, да. Да, и вот ему дали такое погоняло Кодак, вот. А он так немножечко как-то быстро разговаривал, а я же украиномовна, а он русскоязычный был. И он так быстро как-то разговаривал, что я ни хрена не понимала, что он говорит вообще. Я аж на третий раз поняла, что он меня приглашает на свидание. Я же тебе говорила, я тебе говорила это уже пятый раз. Я говорю, вообще ни хрена не поняла. У меня грузи растет, ё-моё. Я уже не понимаю. У меня гормоны, гормоны. То есть, когда грудь начала расти, то ты поняла, что ты привлекаешь мужчин? Сейчас ты понимаешь, что ты привлекаешь мужчин? Ну, я не особо привлекательна, в принципе, была. Ну, как бы, до определенного возраста я как бы не была такой тёлочкой-тёлочкой. Мы же вот эти кеды, спортивные штаны, кроссовки, не было у меня никогда юбки. Я юбку первый раз в 25 я одела, юбку. Ты так говоришь, как будто мы были знакомы в твои 25. Я тебя увидела один раз в Мандарин-плаза. Мы не были знакомы, но я уже знала, что есть такая лесенник-итюк. Я там убирала, чи что? Нет, ты уже не убирала, ты уже шла, она уже шла в каком-то дороговолитном таком халате. Ребят, я просто проходила... Что проходила мимо? Ты шла... Мандарин-плаза – это очень дорогое заведение, это не моя вечеринка. Она выходила из Сен-Лорана, в таком длинном, красивом халате, вот в таких шортах, вот в таких. Я тогда увидела, немножко начала ненавидеть тебя за твои ноги. Но ты шла вот в таких. Это было лето. Это я уже поняла, в таких красивых, очень стильных шлёпах. Я думаю, еще, блин, да она стильная, у нее нормальный вкус, потому что, ну, ты обычно... Я подружки взяла, чешу, не помню. А твои брехни, у нас все выпадает. Я тебе комплимент делаю. Ну, я поняла. Я так красиво шла, в развалочку. Вот. А я типа, а есть же такая тема, ну, типа, обе знаете про существование друг друга? А ты была в зеленом платье, красивому, в длинном и в батильонах таких на каблуку? Не помню. Да? А я помню. А если ты сейчас это все придумала, я тебе скажу. Нет, это была я. Ты спускалась. Стиль красивый. Да, очень серьезно. И ты была такая красивая, думаю, блин, интересная она, конечно. Интересная, очень стильная, очень красивые ноги. Целлюлита не было вообще. То есть, я, злок я на сухого рынка выходила, я на стике. Тебе показалось серьезно. Вот. Поэтому я не знаю. Вот дурбетела, господи. Да нет, конечно. Я шла из стильпо. Нет, шорты короткие, юбки, но очень поздно начала носить. Мне начали прям ну серьезно так смотреть на мои ноги и так и мужчинчики там и так далее. И ты стала открывать. И я как-то поняла, что, наверное, люди не врут. Ну, наверное, неплохо. А, ты поняла это по реакции людей, да? И тогда уже стала открывать. А ты вот сказала, я телкой долго не была. Это означает, что сейчас ты себя чувствуешь такой, как бы телка стаял. Да, уже более себя телкой, такой более женственной. А до этого я была такая, знаешь, забыта телиться. Ну, типа, я общалась с пацанами, у меня там дворовые расклады, у меня там пять братьев, один родной, три двоюродных. Телкой почему не была? Потому что каблуки не носила, не носила, не было у меня одежды, потому что стена закомплекционная. Не только же одежда, а это очень высокая. А, это? Да. Закомплекционная. Очень высокая и такая ровная я была такая. То есть ощущение себя было не женственное? Нет. А сколько лет уже длится вот такое? У тебя... Пять. Это только пять лет. Ну, ничего. У тебя появился свой личный визажист. Видно, что у тебя появился роскошный парикмахер. Ты... Для тебя важно, что ты выглядишь сейчас прям красиво. Ну, слушай, ты в профессиональном мейке пришла на запись канала и на ютубе. Ну, потому что я после карауки пришла в шесть утра. Тут только профессиональный мейк может помочь. А я, в принципе, сама обожаю краситься. У меня три ящика косметики и профессиональные вот девочки у меня появились, наверное, года два. Угу. А до этого меня красили не сильно профессиональные люди, которые получали от меня таких трендюлей. Ой, я бы не хотела быть на месте этих людей. Ну, а ты знаешь... А ты пока лыскрасила, конечно... У тебя высокопосаженная бровь, значит, темные тени надо растушевывать и до конца. Ты сегодня понимаешь, что ты красивая? Ну, да. Да. Это хорошо. Это важно, чтобы ты понимала. Ты очень... Ты очень сейчас хорошо выглядишь. Неплохая, Аталаса, Китюка. Так, вопрос, что для меня. Что я никогда не сделаю ни за какие деньги? Что я никогда не сделаю ни за какие деньги? Ну, я не пойду на предательство. Я не пойду на предательство. А что ты отвечаешь? Ад ты. Мы отвечаем по очереди. Но, в принципе, можешь отвечать на все вопросы ты. Мне интересно. Ты мне обещала, что посмотрела до этого формат. Не, я... Ну, я посмотрела... Каменских там отвечала. Ты смотрела на перемотке 15 секунд, да? Ну, я чуть-чуть... Спасибо. Смотри, в этом формате мы вдвоем отвечаем на вопросы. Ага, я понимаю. Для того, чтобы ты поняла, что я с тобой максимально откровенна и рассчитываю на то же самое. Хорошо. Я за деньги никогда не пойду на предательство человека. Никакого человека. Даже если я его не люблю. А ты? А на предательство страны? Нет. Ты что? Нет. Вообще, на предательство. Для меня, мне кажется, это самая разрушительная сила современности. Когда ты... Мне кажется, это тоже... Идешь, предаешь свои принципы, мораль. Все показано одним лицом. Всего есть второе лицо. Потом ты добавляешь третье нарисованное лицо с помощью соцсетей. А потом вскрывается суть. Для меня это очень сложная материя сейчас. Поэтому нет таких денег, чтобы я переступила через них. А за триллион? Триллион? Я даже не представляю, сколько это нулей. Поэтому хай будуть. А у меня есть триллионы. Триллионы? Да. Ты вложилась в криптовалюты? Нет. У меня есть триллионы. Биллионы. И... Ну, короче, сто тысяч триллионов. Это какие-то сексуальные игрушки? Нет. Это есть такая страна, вот я не помню, то ли это, то есть там, Венесуэля, или где мы там были, там, где обвалилась, обвалилась деньги, знаешь, и они напечатали уже такие деньги себе сами, какие хотели. И мы купили эти купюры по 10, по 15, по 20 долларов, чтобы просто, ну, там, один биллион, два триллиона, знаешь? Это чисто, как говорят, кому-то интересно подарить, знаешь, кому-то вот я тебе дарю биллион. Интересно, раздарила уже все биллионы? Нет. Зажиточная женщина, тяни. Так. А что я так долго выбираю? Я же в любом случае на все отвечу, да? Ну, давай, я отвечаю на все. В этой студии. В школе меня называли, о, это мой любимый вопрос, уважаемые одноклассники. Чтобы вы были все здоровы. Дай Бог, вашим детям, вашим внукам и всему вашему генетическому коду счастья, здоровья, честно, откровенно, благодаря вам, я сегодня, возможно, маю то, что я маю. Вообще, саму себя я знайшла, в принципе, благодаря вам, благодаря вашим скотским, я не знаю, ну, обзывание? Это ужасно было, конечно, конечно, мне, с чего бы начать? Значит, десь с класса 7-го до 9-го, я смоталась со школы с 9-го класса. А ты сразу стала очень высокой? В 13-м? Я в 81-м классе была. Что ты трындишь мне? Ну, где-то лет к 13-14 ты стала очень, наверное, высокой. Где-то 1,75-м уже была. была уже 1,75-м. Была и, как раз я тот человек, который знает, что такое мода кофточка с четвертным рукавом. Всегда. Все короткое, да? Forever. Не было никогда у меня кофты с длинным рукавом. Всегда я делала четвертной, потому что они были на меня ну, Китай у нас. Хороший рынок в Мальницкому, да. И ты была самая высокая? В Франции товары они возили, знаешь? Самая высокая в классе была? Самая высокая. Выше мальчишек? Ну, выше мальчишек, понятно. И девочек. Выше мальчиков, да. Ну, у нас вообще, во-первых, с девочками была такая утечка кадров. У нас трое, трое, четверо девочек было. И что, вот сначала было 7 девочек, было 3 пловчихи и все остальные гимнастки, так они вообще шпони-шпони, знаешь? Ну, как? И тебя что, мальчики дразнили? Что, обижали тебя? Ну, не то что, он издевался с котами просто. Ну, да, значит, ситуация, когда ты заходишь в класс и, значит, запотевшие окна. Запотели. Дождь шел, запотевшие окна большие. И там написана моя любимая фраза «Стрючок». Знаешь, что я сказал? Тебя «Стрючком» называли, да. Ну, это не очень обидно. Меня подъемным краном называли, жирафом. Не, ну, жирафом, это вообще, ну, это уже даже, ну, по-любому. Подъемный кран был обидно. Жираф, кто там, вот недавно Владик Яма отличился, драбиной назвал. Я раптом сгадал, что я забыл купить драбину на дачу. Но ты ему так ответила, мам, что, знаешь, я бы на месте Владика Ямы сто раз уже пожалела, что он пошел на это. Я потом подумала, думаю, может, взять коллекцию срабитых. Драбина? Золотых драбинок на цепочке, знаешь? Для всех метр восемьдесят плюс. Предприимчивая женщина, на тебя на все не хватает. Так я все сказала, подожди, «Стрючок», жирафа, швабра и что еще? Ой, ну там вообще с матюками были всякие моменты, ну вот таки. Ну это уже с моих уст плакала? Плакала, да. Дралась? Не, не дралась, но так ночью я там держалась, держалась, вот, типа там не обращала внимания, а ночью приходила и я, у меня не было сна, я вот так вот как вздригалась, знаешь, каждые полчаса во время вот сна меня вот так вот, вот так вот кидало. Ты такая чувствительная девочка. Очень чувствительная. И до сих пор ты такая. До сих пор, да. А как ты выживаешь в этом всем? Нормально. Хейтеры, подписчики, люди, которые от тебя что-то хотят. Ты очень активный, социальный сейчас такой герой. Работник в социальной работе. Ну нет, социальный герой. Ты привлекаешь очень много внимания, а когда растет такая волна любви, она же параллельно взращивает очень волну негатива. Ты как будто бы с каждым человеком в этой стране говоришь на ты. Это может быть вау, круто и смешно, но это же еще за собой тянет. И обратную реакцию «Эй, эй, слышь, чё, ага!» Наверняка ты с этим сталкиваешься везде, потому что ты так... Не позволяю так, ну нет. Как ты как раз реагируешь на такие? Наверняка люди по-разному реагируют на тебя. Рамки, рамки. А как ты их можешь установить, человек, который подошел к тебе по плечу, А я не даю и переходить с границы. Как? Ты говоришь или ты резко осекаешь, ты грубишь? Нет. Как подойти к лесеннике и попросить поболтать? Спокойно подходят. Особенно там, когда дети, то понятно, я уже стою сколько надо времени. А вот такие, которые смотрят в Инстаграм, ты с ними показываешь им всю еду вот эту, вот рассказываешь про все. Да, бывает. Вот, кстати, ты прям вот сейчас точно показала человека, который даже позавчера, по-моему. Здрасте! Он только что тебя видел в сторис, как ты ешь бургер. Я говорю, здрасте, спокойно, без рук, очень. У меня сейчас какая-то реакция на кожу может передастся. А то есть все-таки через какое-то забалтывание? Диана, она так себя ведет? Или посылает сразу? Не, я не могу. ну как я пошлю? Не можешь? Не могу. Даже если что-то, ну прям, если переходит к какой-то грани, там что-то плохое, мне говорят, то я не буду опускаться до этого уровня. Но меня это за день. Бьет. Хорошо. Есть же еще какая-то несправедливость, есть же еще какие-то моменты, человек с тонкой душевной организацией, как ты, а мне почему-то кажется, что ты именно такая, должен как-то от этого защищаться. Есть у тебя способы защиты? У меня есть мой друг Мольфар. Это что такое? Как это? Мольфар это... Это колдун? Да, это человек, который самый молодший в Украине. Мольфар, который там... А вы что говорите, что такое Мольфар? Мольфар, я думала, это сказки. Нет, 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 нет. Это украинский ведун. Это украинский заговорник. Он замовляет, он тебя там направляет, он тебя чистит, яичком качает, молитвы читает. Там на специальные свята, он там специально для меня выпекает такие коржики. Вот. Ну, много таких всяких моментов, которые он делает не только для меня, а для многих... Это тебя защищает как бы от внешнего мира? Это от болезней защита? Да, от болезней. Там, мольфочки он делает. Это что? Заговаривает мольфочки, там специально такая красная нитка, которая выкунает святую воду, перематывает. И ты эту мольфочку носишь себе в кошелечке или там где-то там в лифчике. И она тебя защищает? Да. Ну, ну, мольфар, это не там не что-то такое, типа, ведьмы, колдуны, черная магия. Нет, это людина, которая працует с церковью, с Богом, вот, замовляет тебе, заговаривает, вычитывает, очистит тебе дом. Вот, например, вот на танцах, ты повесила рушник у себя над гримеркой, мы все думали, что ты прикалываешься. Нет, это вот он мне сказал, говорит, вот надо сделать соби рушник, рушник посвяченный, все, в твою гримерку, то, что ты там зараз багато часу проводишь, чтобы он тебе позитивно на тебя вплывал. Ты прям с ним советуешься, ты ходишь к нему регулярно. Ну, я регулярно не хожу, мы, в принципе, дружим. Вот он, мой подписчик в Инстаграме. И я. Да, это понятно, конечно. можно просто так попасть, или он обслуживает только... просто так, он всех людей, до него много людей приходит. Но в это же надо еще верить. Он ездит по всему, по всему свиту, в принципе, по всех наших украинских диаспорах, в багато краин, и там принимает людей. Тебе легче, когда ты знаешь, что ты вот с этими всеми мольфочками, что тебя защитили, что ты... Да, это реально работает, оно работает. То, что оно, каким-то чином, снимает с тебя, вот, я не знаю, эту паутину, какую-то такую, знаешь, эту рутину. И все стрессы снимает. Вот стает, духовно, стает набагато легче. Интересно. Ну, и плюс... Абсолютно не принято про это рассказывать, ты так открыто об этом говоришь. Да, а это нормальные вещи, я знаю, что мы же все люди мают себе какую-то бабочку, чи дядю, чи тетю, до яких он извертается раз фрик стоп процентов. Интересно. Плюс, плюс церковь, споведь, это очень важная вещь. Ты ходишь исповедоваться? Да. Почему? Потому что мы же с тобой каждый день меняем одежду, надеваем чистую. Да. Я стараюсь, душную тоже надо чистить. Понимаешь? Иначе она постоянно она себя набирает, набирает грязи и... Ты делаешь это индивидуально или в общем порядке? Не, в общем порядке, просто... Выстаиваешь, либо в очередь. Ты постишься 3-4 дни, а потом сранку идешь на ранковую службу. Вот ты говоришь, что там с батюшкой стоишь биле иконы, ставишь свечки за всех, заказываешь сорока уст за всех своих, кого ты рахуешь, там, кто-то тебе спортив на встрече, сделай какую-то фигню. Большой список? Ты обязательно... Большой. У тебя большой, мой друг. За здравие я ставлю за всех. В храме наверняка тебя узнают люди. Смотрят, шушукаются. Не нарушает ли это твой комфорт достаточно в интимном ритуале? Да, есть такие моменты, но я стараюсь ходить не одна, а с друзьями, и они, конечно, там уже возле меня чуть-чуть мы побачиваемся. Чтобы к тебе не подходить. Не все ризикуют прямо в церкви напастить, делать селфи биле. Богородиться, знаете, люди бывают разные. Поехали дальше. Больше всего я открываюсь с Тимуром, с моим мужем, и с Олей Балабан. Больше ни с кем, пожалуй. Это люди, которые знают про меня все. В принципе, это до всех инших закрыто, да? Ты никогда не расскажешь? Я говорю про открываюсь, это когда я могу рассказать про все, про то, что обычно они рассказывают. Там, где мне нужен совет, там, где я в отчаянии, в роспочи, там, где я не могу взять себя в руки, когда я сильно нервничаю или стресс. Мне это нужно, я не могу все это в себе носить. Мне кажется, что я сразу заболею и умру. То есть, бухаешь ты с человеком? Я даже не бухаю. Не бухаешь, да? У меня даже нет, у меня непереносимость алкоголя, поэтому мне надо поговорить. И вот этих людей мне два, которые меня терпят. Это мой муж и моя подруга. Даже набухаться не могу. Наркотики я не употребляю. Ухай, Господь, Мэйла, это шейки, наркотики. Но открываться на исповедь у меня был такой случай, который, к сожалению, в общем порядке, я первый раз это рассказываю, мне даже тяжело. В общем порядке я с тех пор не хожу. Меня в очереди, когда я ждала исповедь, в очень долгой очереди, меня просто обругала женщина. Просто вот в храме матами, я понимаю, что может быть она была не совсем здорова, может быть что-то в ее состоянии. Она на меня накинулась с какими-то проклятиями. Я в ужасе оттуда убегала. В ужасе. Надо было достоять. Это такая, когда ты идешь на исповедь, это такая проверка. Меня как раз дергали, хотели со мной вот это селфи. Я не понимал, почему таинство, которое я прохожу сейчас сама один на один с высшими силами, кто-то пытается влезть. И я не выдержала. Поэтому я хожу индивидуально с батюшкой общаюсь. И мне хватает в общем-то откровенных разговоров с моими близкими людьми. У тебя это только твой мальфар и еще кто-то. И у меня папа, мама, мой брат, моя невестка, двое маленьких наших девочек. Это для меня напевно найдорожче взагалі. И я даже мне здається, что в принципе это якийсь стимул буду, то напевно вже трошки менше. Ты прямо ездишь к ним, да? Ездишь с подарками. 300 км. Седаю в 7 утра, в 8 утра за руль. Рафика своего за штурмана он у меня пристегнутый. Он не спит, он сечет, он тут корова переходит, блядь. На заправке мы с ним гуляем. Круто. Я хот-дог ему, хот-дог, все четко. И можешь рассказать все, поделиться с мамой всем. Не, ну, мамочкам не стоит все рассказывать, прямо все, потому что это ранимая душа, и мама по-своему вообще переживает за свою дитину, она порвает любому. И, конечно, зачем эти стрессы? Вот, я иногда даже там какое-то, знаешь, там пальто покупаю или неожиданно. Дать, а скики стоят за ничек? Делю на 2 и минус 300, знаешь? Ну, а когда тошно на душе, когда плачешь, когда тебе нужен совет, когда ты не понимаешь, какой путь сейчас выбрать, принимаешь важные решения, когда... Я нужен совет. Я уединением занимаюсь. Один на... Самада. Я беру листочек, я беру ручку, я рву, кричу, за что, почему? Сама вот это все, да? Выписала, да. На эмоциях можно, во-первых, даже близким друзьям как-то так выразиться, наговорить, и ты же никогда не застрахован от передачи информации. Никогда, к сожалению. Когда мы говорим людям, что это секрет, секрета уже нет. Знаешь, как Черчилль говорил, трое, только тогда умеют хранить тайну, когда один из них мертв. да, согласна. На эмоциях я, у меня в принципе все какие-то плохие поступки это на эмоциях. Поэтому я сейчас учусь... Твои, да, поступки? Да, да. Это неправильные решения, это неправильные выбранные позиции, неправильные слова, это все на эмоциях. Поэтому я стараюсь сейчас научиться самоконтролить вот эти эмоции. Как сделать это мегаэмоциональному человеку? Человеку в жри. Продышать, 10 раз продышать, никому не звонить, никому не писать. Пять минут. ты тайфун. Вот так вот к стеночке прижалась. Делаешь так? Да, вот так вот. И ты стоишь, знаешь, я бы хотела поставить камеру изнати свое лице в этот момент. Ну да, потому что я более эмоционального человека не видела. Диана справляется она уже с дыханием? Как это? Ну Диана... Актианы нет выхода, она говорит, да. Она выгребает бедняга от меня, конечно. Оце. А вы видите неплохо, смотри. Хорошо. А она не конфликтный человек. Я же подбирала человека. Как ты с ней тогда... Она вообще не конфликтный. Она тебя обгребает. Что она с тобой тогда? Она не конфликтная. Она настолько... Она настолько... Есть люди, которые не принимают на себя скандал, креки, какие-то там, маты там, все же. Стоит и тихонько плачет. Угу. Угу. Хорошо. Хорошо. Все доброе. Хорошо. Не пробьешь. Непробиваемое. А мы сразу... Друг да парень да... Сразу. Что? Это мне? Это сейчас мне? Да я сейчас тебя. Да я сейчас вот так. Ты очень взрываешься. Да, быстро. Да. Твоя очередь. Да ты точно так же взрываешься. Ты же та... Ну я контролирую себя. Элитно взрывоопасная женщина. Так, большая слава или большие деньги? Есть. Ужасный вообще вопрос. Скажи. Я ждала его. Большая слава или большие деньги? Смотри, я почему... Что мы вкладывали в этот вопрос? Ты человек, который феерично, феноменально и очень здоровски и профессионально зарабатывает не на своих сисямбах, а на своей славе. Ты монетизируешь свою славу таким образом, что как бы все понимают, что это реклама, что это какой-то твой очень продуманный акт, что ты очень продуманный человек, но ты подаешь это таким народным, классным, простым стилем, но при этом зарабатываешь бабло. Недавно даже моя дочь сказала... И плачу податки, шановна, налоговая. Вот в это я, кстати, верю. И моя дочь даже сказала, мама, а сколько рекламных контрактов у Леси Никитюк? То есть у человека, который не смотрит телевизор и в принципе не смотрит YouTube, а живет в каких-то своих мирах, ей 15 лет, знает, что у тебя миллион каких-то контрактов. И это все очень крутая, практически западная схема монетизации своего бренда. Ты бренд Леси Никитюк. У тебя нет там, как у Кати Асачи за спиной 14 лет светской жизни. У тебя нет там, как у меня 20 лет телевизионного пути с разными перипетиками. У тебя нет вот этого огромного сзади багажа, который бы да, а, да, Леси Никитюк. Не знаю, что она сейчас ведет, но да, она есть. Ты прям ворвалась тайфуном. Сказала, значит так, будет так, так и так. У тебя три проекта на новом канале, то есть ты фактически уже прима нового канала. А мы специально выращивали для цели программы. Это все произошло очень молниеносно. И ты зарабатываешь крутые деньги. Поэтому сублимация славы и денег это формула соединения. А я тебе спрашиваю, слава или деньги? Я не понимаю все равно, как мне ответить на этот вопрос. Я работаю не ради славы, а ради денег. У меня немало одержимости, звездности. Абсолютно. Я могу выйти, но у меня есть спортивные штаны. Это я верю. Или что? Не надо. В спортивные штаны я очень верю. Ладно. И верю в то, что ты можешь выглядеть. А про кожанку, кожанку я тоже уже. И про кожанку верю. Но это внутри. Это внутри, да. Ты понимаешь, что ты звезда сейчас. Я занимаюсь любимым делом просто. Мы можем всегда устроиться куда-то на работу, чтобы выживать, жить, как-то кормить детей, зарабатывать деньги. А есть любимая работа, любимое дело, которое приносит чуть-чуть больше, чем деньги. Оно приносит тебе эмоциональную составляющую души, очень важную для нас всех. Оно делает тебя счастливым человеком. Оно ты в эйфории, это. Ты просыпаешься. А чего твоя физическая эйфория? Из того, чем ты занята? Это то, что подходит просто любой человек ко мне может подойти и выразить какую-то приятную эмоцию, когда смотрит на меня. Человек проходит, вот он идет, смотрит в асфальт, тут я иду напротив, он поднимает голову. О! Я иногда думаю, что у нас в АТО. О! Здрасте! Это очень здорово. Он улыбается. Да, да, да. То есть получается, что как, как, я же ему не заплатила, чтобы он шел и на меня улыбнулся. я каким-то образом я своей присутностью роблю людей трошечки счастливейше. То есть я их как-то отвлекаю от этих будней. Ты это когда поняла? Вот у меня есть друг Юра Чайка, дай бог памяти, да, Злуцкая. Хороший друг. Он написал стих и спросит Бог, никем не ставший, что сделал ты, что смех твой значит? Я утешал рабов уставших, отвечу я, и Бог заплачет. Это он написал. Вау. Ну все-таки сейчас люди, Боже, в нашей философстве я цялеся. Ну, чуть-чуть є. Как я хотела, чтобы ты это произнес. Понимаешь, да? Потому что я тебя знаю совершенно с другой стороны. Я утешал рабов уставших. Я утешал рабов уставших. Отвечу я, и Бог заплачет. То есть это это не слава. Нет, я не хочу славы. Не хочу славы. Слава ограничивает. Ограничивает. Она тебя заковывает в эту клетку. Ты уже дальше значит, что дорогий отель, дорогая машина, личный водитель, везде сам, везде сама. Все-все-все. Охрана. Ты ограждаешь себя, потому что слава, потому что ты рано или поздно начнешь бояться, да, что к тебе там кто-то придет протронется, что там это вот, что там все-все. Не. Я не хочу. Не хочу. Вот для меня очень страшно. Но это же уже происходит. Слава и политика. Политика и слава это две самых страшные вещи, которые ограничивают. Но твоя слава приносит тебе заработок. Ты из очень простой семьи. Мое любимое дело. Я не знаю, как будет дальше у меня там через пять лет. Когда мне будет сорок, когда мне будет пятьдесят. Я не знаю, как, но я знаю точно, что я буду заниматься любимым делом, я куда-то модернизируюсь и все равно буду дарить людям улыбки и делать их чуть-чуть отвлекать их от каких-то серых будней. Ко мне подходит жиночка недавно и говорит Леся, Леся, это вам десяток домашних яичек. Вы меня спасли от депрессии. Вау. Я говорю, женщина, до меня наличный прием. Каждый месяц с яичками. Это приятно. Да, это ничем не заменить. Деньги я тоже дуже люблю, дуже люблю и советую вам всем любить деньги. С ними надо уметь общаться. Когда-то мне сказали, что на нашей планете есть 6% людей, которые думают о деньгах как о необходимости. Вот я сейчас хочу пить, вот так человек думает про деньги. Так. Всего 6%? Не просто ставить себе цели, так, сейчас заработаю, там сэкономлю, там куплю себе юбку. Нет, это нафиганная цель, друзья. Вообще нафиганная цель. А как? Надо вообще придумывать себя надо себе просто видеть себя в этой юбке и не важно, она к вам придет. Вам ее кто-то подарит, кто-то купит и так далее. Она придет. Ты когда-то видела себя в этом статусе, в котором ты сейчас? Да. У меня была доска желаний. Я жила на съемной квартире. Сколько лет назад это было? Это была другая съемная квартира, мне было 23 года. И у меня была доска желаний. На съемной квартире я вырезала с журналов всяких красивых, всякие картинки. Какой-то красивый отель возле реки. Это оказался отель в Париже. Катание на собачьих упряжках это оказалось в Швейцарии. Потом я там и каталась и на этой же упряжке. Ты просто картинки вырезала. Да, я вырезала эти картинки, клеила машину, значит, микрофон, мужчину красивого, Кличко младшего, кстати. Что Кличко? Когда заходил к тебе? Когда заходил Кличко? У меня на доске желаний был младший Кличко. Так и что? Это единственное, что не исполнилось? Да, но я с ним познакомилась. Я с ним вот так вот сидела и прям чувствовала, что я ему тоже прям понравилась. Ну, в общем, и его брату тоже. Так, и у меня там было все. И тут в один прекрасный момент. Я попадаю, прохожу кастинг на Орел и Решку, я начинаю летать везде. Начинаю, у меня меняется вообще кругозор. Я, друзья, то что там говорили, у нас суточные были 30 долларов в день. Это таки было. А зарабатывала сколько до этого? До этого у меня была зарплата 6 тысяч гривен. По 8 было, да? Ну, это где-то там долларов получается. Не-не-не, по 8 да, по 8 був долар. По 8 у меня было 6 тысяч гривен зарплат. Доларов 700 было? Да. А 30 долларов давали суточные на Орле и Решке? Да, 2,5 тысячи гривен у меня была съемная квартира. Но я себя прекрасно чувствовала. То есть я так уже откладывала нормально на депозитике. В один момент я, значит, прилетаю, уже пришло до 42, уже там меня с одного сезона сняли, в другой сезон взяли, там, я туда-туда, я уже там свадьба, корпоратива, похорона, знаешь, и вот это все пришло-пишло-пишло. Тут в один прекрасный момент мы с подружкой мартинимся, значит, у меня на съемной квартире и а дверь в туалете, на которой была вот эта висела доска желания моя, значит, как правильно надо сделать, она отбивалась еще в зеркале, напротив было зеркало и ты, получается, ты всегда ее видела, но ты уже не задумываясь смотрела на все эти картинки, она везде отбивалась, ты сидишь на унитазе и ты смотришь на дверь. А ее надо еще всегда видеть в поле зрения. она должна быть в поле зрения. Ты чистишь зубы, смотришь в зеркале и видишь кличко. видишь кличко. Прекрасно. Тут, значит, вела моя подружка головой дверь, случайно. Вы точно Мартини пели? Да. Дверь падает, она просто, она как-то там выпрыгивала эту дверь из туалета и падает, и эта доска, значит, у меня падает, все, и она сидит, ей болит нога, она чуть-чуть так выпала и говорит, ой, бля, ой, я вдарила ногу, что это тебе за фигня тут? Это ж ты на этих собаках же каталась, сейчас вот ты со Швейцарии прилетела, я такая, да, а это ж ты в этом готеле жила, когда ты была в Монте-Карло. Да ладно. Да. Я же сразу смотрю, где Кличко? И сразу, и тут он такой в двери. И ему пресс там чуть-чуть, прорвался пресс, я же латаю ему этот пресс, короче. Ну, вот, собственно, реальная история. Сейчас у тебя есть доска желания? Вот сейчас нет. Ленишься? Нет, я настолько, мне уже не надо она. Я уже в голове держу эти картинки, я в голове держу. Да. У меня на телефоне. Я точно так же продолжаю фотографировать все, что мне нравится, все, что бы я хотела. Но, зараз у меня идея такая, моя душа, как бы, прагне, и, в принципе, мое тело, и я сама стремлюсь уже к семье. То есть, вот эти все уже там, Кличко и прочее, знаешь, при... Владимир одинок. Владимир одинок. У меня до сих пор сохранилась фотография вашего Лодя с доски желаний и с заклеенным прессом. Быть может, это тот самый момент, вот где вы с Лесей можете познакомиться. Володя. Нигде. Все публичные. Я вполне готова поучаствовать и быть посредникой. В последний раз я чувствовала одиночество давно. Я давно. Я замужем 17 лет, и Тимур... Ну, наверное, тогда, когда у нас не были сложности в отношениях. Это было 6 лет назад. Вот. Но я человек замужний, а вы человек свободный. Да, я свободна. И любящий... Open relationships. Да. Вообще свободна. Угу. Вообще вот так раз и свободна. Угу. А в сердце? Сейчас да. Уже да. Уже переболела. Уже переплакала и отпустила. А если это справедливое кухание, то, значит, будет со мной. Ты сейчас в состоянии одиночества? Да. Но я уже приняла это одиночество. Я очень боялась его на первых этапах. А почему? Провернувся мир. Вот как так. опять вот это ж надо ж и резину менять на... Там, знаешь, вот эти все... Удивительный инстинкт ловить себя тут же за язык, когда язык начинает разбалтываться. Обожаю. То есть ты не расскажешь мне про свой роман, который закончился? Нет. Можно фрагменты хотя бы? Я лучше, когда новый начнется, расскажу про роман. Роман был длинный? Долгий? Да. Два с половиной уроки. Это тот человек, которого ты в Инстаграме называла соседом. Да, да. Ты была влюблена? Ну, мы... Мы очень любили один одного. Мы прям очень-очень любили один одного. Ты говорила где-то, я не помню где, что ты эти отношения прекратила. Ну... А сама теперь говоришь, что перебулилась сильно. Оно... Оно как-то... Я даже не могу сказать. Как-то оно... Че прекратилось, оно че не прекратилось. А, так ты девочка. Хорошо. Да, оно... Оно вот сейчас, на данный момент, какая-то такая ситуация, что, наверное, людям нужно время, может быть. Да, я знаю про такое. А Бозя там уже порешает. Но вы по-прежнему живете стенка в стенку. Да, стена в стену. Я... Это усложняет твою жизнь сейчас? Не, мне спокойно. Я слышу, когда он приходит домой, в свою квартиру, собака, значит, спрыгивает, начинает сковылить, потому что она знает, что, типа, папка сейчас бы зашел. Вот. А я слышу, как он пятками бьет по полу, он дома, все, я спокойно. Я как будто под охраной. Знаешь, что я вот тут, ну, то есть, не сама. То есть, у меня все-таки есть... А, то есть, это не ревность какая-то? Нет, нет, нет. Что пришел домой, не пришел? Нет, нет, нет. Такого нет у тебя? Нет. Блин, тяжело. У меня все в жизни тяжело было. Никогда не было там легко, просто. Там... Просто взял и подарил девочке Лексус. Просто взял и подарил... Да там тоже непросто. Лисюня, там тоже все непросто. Ну, я не знаю. Миллион алых роз. Взяли на прокат магазин для сфотографироваться в Инстаграме. Но твоя ситуация, да, я прям даже ее не могу себе представить. Любовь, драма и жить по-прежнему дверь в дверь. Да. А встречаетесь случайно? Постоянно случайно встречаемся, причем я чувствую эту встречу. Я примедую у меня сразу сейчас, 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 и тот хоп, и загор. Но вы в таких сейчас сложных, что вы типа не здороваетесь, не общаетесь? Мы здороваемся, мы общаемся, но не бишениш. С тобой может быть сложно в отношениях? А почему? Для человека складно. А что с тобой? Сложно, потому что мне всегда много внимания, потому что на данный момент, когда я прихожу в любую компанию, понятно, что все «А, Лася, можешь рассказать там про то, а вот когда ты там танцевала, вот это вот что?» А вот понимаешь, и вот все внимание, я переключаю, я говорю, ребятки, давайте там про что-то другое, там всех там все-таки упустим. Все ждут, что ты будешь шутить, что ты будешь, наверное, феерично что-то. Тараска? Тараска. Ни в коем случае. Понимаешь, постоянно ж в цей твий простер влазят эти люди, ты катаешься на, жрешь чебурек, катаешься на лыжах, а все ж, значит, ты постоянно ж все с телефонами сверху, оттуда, оттуда, оттуда. И при этом тебе удалось его скрыть? Никто не видел ни его лица, не знает его имени, хотя вы наверняка попадали во все телефоны. Я работала над этим. Зачищала? Звонила этим людям сама? Зачищала? В смысле? Водки? Не, 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 не. Ну я, мы просто, ну как бы... Публично вы никогда? Не, 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 публично нет. А почему ты так скрывала? И все равно плохо даже, что я рассказала об этом. А что ты рассказала? Потому что мне уже кажется, что это может быть уже, знаешь, как вот взяла ляпнула, вот что я счастливая, вот на тебе. Может и не надо было ляпать, вот не рассказывать про личную жизнь, и все. Это невозможно, а тебе хотят все все знать. Ты публичный человек. Ты вызываешь максимальный интерес. Ну, значит, Туди, вот каждый журналист, когда он меня будет спрашивать об этом, я сначала его буду спрашивать о его личной жизни. Видишь, поэтому экзамен так устроен. Я сперва тебе про свою личную? Да ну нет, ну это... Так а что Тимур, ты нормальный мужик вообще? Да, нормальный. Он справляется в порядке со всей узнаваемостью и славой. Он говорит только, когда мы куда-то идем, он говорит, только не красься. Если я не накрашусь, меня никто не узнает. Ну, нормально. Так, вот это вот сейчас мы все сняли, помыли, пошли. Айфон, айфон разблокируется, когда ты в фейс вот этот айфон? Нет, у меня в макияже айфон не разблокируется. У меня без макияжа на работе, поняла? Ты феерично, феерично уводишь все в шутку. Я же искренне шучу. Сейчас я тебе поверила, правда. Нет, шутишь ты всегда искренне. Давай, тяни. Так. Черт. Просто я думала, смотри, я думала, что мы поговорим про соседей попозже, когда ты вытянешь этот вопрос. К соседям я захожу за... Достала. Значит, я сердечко. К соседям я хожу за этим. Ну, и ходила. Моя солнышка, любимая. И ко мне ходили за этим. Давай дальше. Даша, иногда я брала в него продукты. Ха-ха-ха. Перед мамой мне приходилось извиняться за... За то, что я редко звоню. Как последнее эгоистичное говно. Я звоню ей редко. Мама, еще раз прости. А так я маму берегу. Я звоню редко, муж. Я забываю. Ну, как это? Ну, потому что дни пролетают молниеносно. У меня двое детей, куча бытовых штук, у меня миллион проектов. Я забываю, один проходит раз, и все, два, и все, три, и только потом смс от мамы. Доченька, три дня не звонила. Ой, Маша. Ужасно. Это же сейчас вообще, ты элитная женщина, а вот так вот взяла сейчас себя и... Ну, я честно отвечаю, я честно перед ней извиняюсь. Людмила Павловна. Людмила Павловна, я возьму ваш номер телефона и теперь буду вам звонить. Мам, извини. У меня мама прекрасный человек. Она великолепно слушает, она дает советы. Всегда дает советы. Я наиболее буду вам звонить. Да. Еще моя мама очень роскошная женщина. Привлекает мужчин. А, нет-нет, у нас уже есть бойфренд давно. Да? Да. 12 лет у нее бойфренд. То есть Людмила Павловна наша... Да? Огонь женщина. А ты перед мамой извиняешься? Конечно. У меня есть такая традиция просто извиниться перед мамой. Просто, да. А перед сном обязательно, чтобы не... Если какая-то там ссора где-то, туда-сюда. Просто, чтобы не засыпать, потому что, а мало ли, кто-то не проснется утром. Ну, мало ли. Ну, вот прям так, вот глобально, вот самый страшный исход событий я всегда представляю. Что будет? Сразу, алло, я извиняюсь там. Ты там, извини, не важно, это мама, друг, там брат, знаешь? Ну, чтобы засыпать... Ты так каждый вечер делаешь? Нет, это если какой-то конфликт есть. А, конфликт. Все, я поняла. С конфликтом засыпать нельзя. Надо обязательно извиниться. Пофиг там, ты виноватый, че не виноватый. Просто извинись со спокойной душой. Ляжь спатеньки. Все. Сегодня я ни за что не вступлю в отношения с мужчиной, если он жлоб. Если он жлоб, если он не верит в Бога, если он не самостоятельный, ну, то тебе же лучше просто завести себе ребенка. если он женат, принимается. Принимается, да? Да, да. Если у него... Блин, ну это тоже такое... Ну, это моя личная прихоть. Я даже люблю, чтобы была борода, ну, что-то такое, чтобы щетинка прям такая была, и чтобы волосатость вот тут чуть-чуть была такая, знаешь? На Тимура моего. Анна, ты ж в женатых, ладно? Не-не-не. Тимур. Пойти не дошло. Бабу свою успокой. Даже, наверное, если он не общается со своими родителями. Но это ты можешь как раз исправить, если что. Женщины иногда выступают миротворцами. Ага. Ну, значит, ну, в принципе, значит, да, основное я сказала. А что ты вкладываешь в понятие жлоб? Это же много всего. Дур на вкусе. Смотри, есть рациональность, а есть жлобизм. Жлоб и рационалист. Да. Вот какая разница? Что рационально, это очень классное понятие. Рациональность. Когда ты... Практичность. Ну, когда ты обязательно посмотришь на чек, когда ты обязательно обратишь внимание, сколько сейчас у тебя там с карточки сняло, сняло деньги. Ты рационально. Это означает, что ты внимательен к расходам. А жлоб, это когда очень сильно внимательен и у него ничего с карточек не уходит. Ни на что. Ага. Ну, это когда ты приходишь к колядувати, понимаешь? А винта бедае конфеты рачки. Ну, и видно, что у человека хорошо аж в квартире, да? Ну, это, наверное, кулы... А винта бедае, конфеты рачки. Да, это, дорогие мои первые морепродукты в Хмельницком были. Жлобы, кстати, всегда забывают кошельки. Всегда забывают кошельки. А было у тебя такое, что пригласил на свидание и попросил заплатить свою часть? Не, я сразу... Вот это для меня жлоб. Что мне делать? Я влюблена в парня, но как свидание? Он говорит, заплати половину чека. А я стою, думаю, я же не могу ей сказать, беги от него. Это тебе повезло, что в тебя Тимур, еще как бы... Воспитанный теми временами, он понимает, что такое, что он берет ответственность за тебя, за детей, что все равно там есть у тебя свои деньги, нет у тебя своих денег, на еду и купе. Ну, грубо говоря, вот что он, это он себя еще раз подчеркивает, как мужчина, вот свою статусность вот эту, потому что я... Я тебе мужик, если я не могу прокормить семью. Да, не важно, моя женщина зарабатывает, точнее, молодец, зарабатываешь, молодец, занимайся любимым делом, но это я куплю. Вот. Вот эта позиция мужчин, которым сейчас 35 плюс 40. 40 плюс. А ребята, которые вот сейчас там 20 плюс, ну так, до 30-ки, они уже чуть-чуть, скажем так, растут по понятиям европейским. Что для некоторых, особенно те люди, которые получали образование за границей где-то, это нормально, заплатить пополам. Сугубо европейская традиция. По-твоему, это не жлобство? А это европейское уже воспитание. Ну, то есть, это уже все чаще и чаще я замечаю это. А наши телочки, наши телочки, вообще молодцы. Некоторые могут это скрывать и не рассказывать своим подружкам об этом. О ком? Ну, о том, что они там пополам платят, они там это вот, ну, потому что ей же главное, чтобы возле нее был чувак. Ну, рано или поздно, но все равно уже, потому что это ментальность другая. Ну, мы с европейской ментальностью, но мы не сможем, потому что у нас заведено в Украине, что мужик, это хозяин, это плата, спроможная особа. Да, могут быть плохие времена. для того есть мы. Те, которые закруточки достанем, картошечки нажарим. Ты из-за каких мы еще? И спасем. Закруточка. Ты вот какого человека с собой рядом видишь? Вот такого рационального? Да, рационального. Или все-таки, на которого ты можешь переложить всю ответственность за свой материальный статус? Я, есть у меня одна такая черта, я не меркантильная, я никогда не ведусь на бабло. Да? Вообще. Да ладно? Да, клянусь. Про твои гонорары легенды ходят. А при чем тут гонорары вообще до работы? Так ты же бабло и есть. Я, чтобы не, чтобы сплатно работать чешу? А, ты разделяешь. Ты не ведешься на бабло в личном поле? В личном, конечно. В личном. То есть, ну, типа, я не могу пойти на свидание с тем, с кем мне неприятно, потому что мне подарят часы. Все, я поняла. Не пойдешь. Нет. Нет, вы можете часы подарить, конечно, в любом случае. Вы можете оставить, консервшка всегда заберет. Вот. Ну, но я, но я на меркантильна в том плане. Я за перспективу. Вот я, если человек перспективный, я буду за перспективу. Как ты это понимаешь? Любовь, не может. Хватка, хватка, образование. Твой сканер, она уничтожает, запыливает сканер твой. Когда человек влюбляется, у него все, отключается. Рацио, аналитический ум. Я стараюсь это понять перед тем еще, как влюбиться. То есть ты влюбленность можешь проконтролировать? Я сразу вижу два расклада. Самый хороший и самый плохой. И сразу понимаю, как себя вести, как женщине, где, как делать для мужчины максимальный комфорт, в том плане, я сразу вижу его слабые места, если он говорит, там, о, ты, ну, ты уже, ты уже, в тебе уже статус, Лесечка, в тебе там уже все нормально, вот, ты там уже, у тебя машина есть, там, туда-сюда. Зачем он такое тебе говорит? Ну, грубо говоря, да, там, ну, вот, у меня такая сейчас ситуация, я там не сильно еще дотягиваю, я только на старте. Я тебе цей старт. Да. Организую. Не, ну, если мужчина такое сказал, то почему? Но самое важное, что я хочу взамен. Честность, порядность, но интрига с іншими тёлками, все. Бывало ли, что твои отношения с мужчинами разрывались на материальной почве? Несостыковка, не получается, не знаете, как с этим? Я вообще, я не выдаю перевагу, ну, так, материальности, я за перспективу, типа, и, больше того, я сейчас просто, у меня столько предложений, если я вижу, где человеку некомфортно, я обыграю эту ситуацию так, что с неба завалилось, просто вот, нашла, билет выиграла, 500 тысяч, ты выиграла. Сама купишь билеты? Ну, грубо говоря, понимаешь, да? Не, сама не куплю, но, потому что это, ну, это чуть-чуть все равно, неправильно, и не по-честному до него, да? Типа, ты все равно, что я не билет выиграла? Не, ну, грубо говоря, это, если мне какая-то там рекламка, где-то там, или предложение куда-то поехать, понимаешь, да? Я это так, что ты можешь отработать, но никак не заделаешь его чувства. Ну, а тогда ты, тогда ты, пожалуйста, вот мы поедем, я организовала билеты, ты отель? вопросов нет. Ты можешь спокойно сговорить с мужчиной про деньги? Да. Легко? Это же очень сложно, нас же воспитывали, что разговор про деньги, он всегда такой, чуть-чуть. Ну, воспитывала, воспитывается, стали все эти придуманные стереотипы. Вы хоть замуж, вот уже, там, не знаю, кто там. Инна Савчук, замуж вышла, ты не вышла. Чего ты замуж не вышла? Уже все твои подружки вышли, уже даже Толик женился. Касаглаз, я заметь, не спрашиваю, не хочу. Но на свадьбу бы гульнула у тебя, я думаю, что у тебя была бы веселая, конечно, свадьба. Конечно, я ей проведу. Я ее организую, я ей проведу, и я на этой свадьбе буду невестой. красивой. А свадьбу кто будет организовывать, за твои деньги или за его? Я думаю, что мы, если Бозя там все там знает, мой жизненный план, он знает, как нам лучше, и когда это идет на стану, то однозначно мы будем собирать деньги вместе. Я себе уже порядная девочка отложила уже. То есть ты не скажешь так, что ну, свадьба на тебе. Ну, конечно. Но я бы хотела какие-то моменты там на себя взять, а в принципе, чтобы батьков это вообще никаким чином не стосовалось. Чтобы батьки пришли как гости. Чтобы они, чтобы там папа не был. Знаете, как на всех свадьбах распределяются роли? Папа, значит, контролирует выдачу алкоголя. Да, оно уже не будет так. А потом, знаешь, другой папа отвечает за шалаш. А всех еще нужно друзей пригласить в батьков. Вот это еще мне нравится, что все друзья-родители должны быть на свадьбе. Да. Ну, ну не думай пока об этом. Поговорим, когда ты замуж соберешься. Посадим всех. Самые важные изменения, которые произошли в моей жизни за последние три года. Ты тоже думай пока, подожди. Про твои изменения в жизни? Да не про свои думай. Так, я стала, я стала более открытым. Ты стала балериной, ты запустила коллекцию одежды, ты, что там за последние три года у тебя? Ты помолодела как-то за последние три года. Все, это все, что со мной произошло. Балериной, особенно, мое любимое занятие. Каждый день возле станка в зале. Помимо того, что сказала Леся, я думаю, что я изменилась еще по человеческим качествам. Честно говоря, я стала более терпимой к людям, не такой требовательной, как была. избавилась от многих своих комплексов и страхов. В частности, благодаря танцам со звездами. Это мне позволило расслабиться, запустить ютуб-канал, меньше все анализировать. Это мне позволило объехать Украину уже почти полтора круга, общаться с гигантским количеством женщин, делать гигантскую общественную работу. Поэтому меня назначили послом ООН. И, в общем, мы спасли десятки тысяч уже детей. Про себя так сложно говорить, я не знаю. Я знаю. Лучше бы мы ограничились тем, что я запустила бренд одежды. Так, посол ООН, шановный, мне теперь навыдут, а бы чешу? Не-не-не, я за гендерное равенство. А, за гендерное равенство? Да, и против насилия в семьях. Если знаешь, что кто-то в Хмельницком кого-то обижает, мы его накажем. Понятно? Угу. А гендерное равенство за что? Это когда у женщин те же права, какие у мужчин. А, за гендерное равенство. Так она. А, так я что, эту программу веду? Кто сверху называется? За гендерное равенство. О, точно. Почему мне не дали посла? Ты наш представитель на телевидении. Может, нас перепутали? Посмотри на нее. Нельзя, нельзя все иметь одному человеку. Ладно, хорошо. Недостаток, который мешает мне жить. Недостаток, который мешает мне жить, это мои эмоции. Угу. Это еще раз, ну, подтверждаю тот, что... Почему это недостаток? Это делает тебя невероятно любимым человеком, миллионами людей. Оно тормозит выборе, выборе. Как-то тормозит и делает из... Какое-то шоу в моей голове вот эти эмоции. Творят Санта-Барбару. Это означает, что ты объективно не можешь оценить ситуацию или что? Принять решение? Да, да, да. Объективно не могу во время эмоционального. И принимаешь ошибочные решения? Да, да. Есть такие решения, о которых ты пожалела? Я могу обидеть человека. Обидеть, да. Это я понимаю. Когда я на эмоциях, я могу обидеть человека. Ты потом извиняешься? Я на то, что извиняюсь. Я вообще просто... Ну, это... Во-первых, это сложно. Знаете, когда на человека сказать дебил, а потом извиниться, ну, грубо говоря, да? То у человека в голове остается дебил. Да, это правда. Это уже озернышко, вот так вот, хоп, и все. И ты не можешь с собой сделать? Да знаю, тут приходится столько раз извинять. Не то, что даже извиняюсь. А как ты извиняешься? Осознанно. Ты звонишь, ползаешь на коленях, засыпаешь смс-ками. Человек, потом, даже это все, проехали, а мне, я перед... я себя извинить не могу. За это. Ой-ой-ой. Грызу себя. Ой-ой-ой, малышка. То лучше подышать десять раз возле стенки. Ну да, там уже церковный когорчик тоже потягиваюсь. Давай, пожалуйста, следующий вопрос. Сергей Притула для меня продолжить фразу. Сергей Притула. Сергей Притула для меня сосед. Вот он эксклюзивчик. Но он женат, а ты с женатиками не сходишься. Он недавно переехал на мой район, и теперь Сергей Притула официально мой новый сосед. Вместе с Катей, Соломией и Дмитриком. С Катей, Соломией и Дмитриком переехали, значит, в будинок, я выхожу на балкон, он выходит на свою террасу и кричит мне звати Никитюк! Я сверху! Да. Это классный ответ. Чтобы не отвечать, кто на тебя Сергей Притул? Еще, ну, я могу несколько рассказать вариантов продолжить вас. Самое интересное. Сергей Притула для меня очень сильный партнер. Профессионал. Да, профессионал. Очень сильный. Особенно сейчас. А в чем его сила? Как ты считаешь? По-перше, он очень уверен в себе. У него уже нет каких-то слабых таких каких-то моментов. На них уже неможливо играть. Его не пробьешь, не образишь, не пережартуешь, но очень сложно. Мне кажется, его можно еще видеть. У него тоже есть такая чувство, как у тебя. Он просто хорошо этим управляет. Он тоже очень-очень восприимчивый парень. Что еще? У вас не было ссор? Когда я заходила на проект «Хто сверху»… Это шоу «Хто сверху» меня зовут Сергей Притула, а перед земной стоит человек, который смеется и даже не догадывает, какое соромитное фиаско ждет на ней в финале программы. Мне было очень сложно с ним в том плане, что он давит уничтожает своей гениальностью, типа силой своей искрометности, юмора и так далее. Ты не похожа на девочку, которую легко задавить. Да, и вот, собственно, когда ты меня не задавил, то я, он прям, мне прям подружился со мной. Тяжело было, когда ты сдерживала? Они с Катей запросили меня в гости на домашние посадки. Ты сходила, я надеюсь? Мы сидели до шести утра. Знаю я, что это означает. Серега. Не страшно было тебе идти после Кати Варнавы на Кто Зверху? Страшно. Вообще, я постоянно после кого-то прихожу. То после Бодорева, то после Варнавы. Ну правда, страшно. Начинаю сравнивать, там еще как-то. Но, честно говоря, мы с Катей так нормально общались, когда она еще, когда я участвовала в них в шоу, и она мне сама даже говорила, что вот я тебя, говорит, вижу следующая ведущая этой программы. Она сама говорила тебе это? Почему? Почему у вас такой разговор зашел? Она уже понимала, что не будет висеться? Она сидела курила, и я типа, о, Катя, привет, я иду вот в ремерку. То есть она говорит, сядь, посиди, сонышу там, как ты? Ты к нам в камеди не хочешь? Я говорю, да нет, не хочу. Она сейчас правда говорит, Диана? Да, да, да. Тебя Варнава приглашала в камеди? Да, в их камеди приглашала. Вау! И ты не захотела? Почему? Это и популярность, и другие деньги. Во-первых, это другая страна. И в яку, если я поеду, то в Хмельницкий я больше не приеду. Все, это, ну, это понятный ответ. Вот, ну, пока, или вообще не пока, или в принципе. Мне этот рынок не сильно интересный, и чисто, как бы, постоянно на российском умове говорить, то в принципе, я не выгребую, потому что я ее учила, буквально 5 лет назад, я ее учила, у меня же не было русского языка в школе. Ну, я вижу, ты перескакиваешь. Да, я перескакиваю. Я одно время работала на русском языке в Решке, вот, но в принципе, в жизни, ну, я разговариваю так с уржиком и в принципе, украинской мовой. И мне... Но ведешь ты проекты на чистейшем украинском языке? Да. И нормально тебе? Ну, нормально, да. Ну, я так старалась, так начала там читать, чтобы больше отбудовывать лексику, словно подрядные речения и так далее. Можно я вопрос задам Маше? Маша, скажи, пожалуйста, вот, что тебе пригодилось вот со школы? Вот мы про школу говорили, вот сейчас. Нет, что тебе не знадобилось из школы? Вот есть какая-то штука, которую ты типа не понимаешь, зачем ты ее учила в школе? Ну, конечно. Что? Химия, физика. То есть для меня это дециметр. Зачем? Зачем нам дециметр? Развивает какой-то кругозор, лесик. Я просто недавно так задумала, что это дециметр. Ну, 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 где тебе дециметр? Сергей Притулов, для тебя... Это дециметр, мей. Не обижай нашего парня. Так, про друга я сказала. Ну, вот, в принципе, такой, можно сказать, плюс-минус друг уже навіть, то-то, який, иногда, я иногда прошу порады. Да? И порадить. Да. С приводу чего? Ну, тут, когда я на танцах была, я, типа, там звоню, говорю, Сережа, там такая вот ситуация, я не знаю, что мы не можем покинуть это шоу, там, как-то вот это... На то уходило каждый эфир, я помню. На каждый эфир уходил. Да, да, да. В общем, про Сережу, про Тулу сказала, да? да, я его тоже люблю. Порядочный человек, любит свое дело, Для меня он работяга, нереальный. Просто пахарь. Капец. Я не знаю таких больше. Ну, шо, что-то поганное требует сказать для рейтинга. Не надо, ничего поганного сказать. Какого рейтинга? Я тебя прошу, я... Ну, должно же что-то остаться очень искреннее в этой стране. Про танцы только что заговорили. Самым сложным в танцах со звездами для меня стало все. Все. Во-первых, не моя зона комфорта. Физическая или психологическая? Абсолютно. Нет, психологически для меня любое шоу Ты была как рыба моя зона комфорта. Вообще все. Тебя нужно было брать пример. Молодец. А вот, в принципе, вот танцевать и вот эта вся история для меня очень стала сложной. Ну, интересно, там, как в финирском лагере, там, пообщаешься, с людьми познакомишься. Вот мы с тобой познакомились. Ты от последнего отказывалась? Да. Была последняя, 14-я пара, нерешенная, потому что все знали, что уговаривают Лесю Никитюк. Ты отказ... Да-да, это все знали. Ты отказывалась по этой причине? Именно в физической, каких-то своих физической неуверенности? Да. Или по другой? Закомплексованности и неуверенности. Или ты хотела много денег, как говорят? Говорят. Боже, ребята, эти 240 гривен за эфир. 240 гривен ты уже сказала у Демина уже про другой гонорар. Ты попришься. Подожди. Ты не всегда называешь 240 гривен, а знаешь, доллар меняется. Надо уже что-то делать. на самом деле, люди, в принципе, не знают, что у нас какие-то есть гонорары на телебачене. Ну, особенно, если мы сейчас говорим про танцы. То есть, но, коли же мы заговорили, да, гонорары есть. Чему? они есть. Потому что каждая людина участница в каком статусе зерка, майже зерка, недозерка, перезерка, Павло Зібров втратит свое. Павло Миколаевич, я вас обожаю, он меня так настроение поднимает. Он мне присылает каждое утро какую-то голую женщину, которая раздевается. И я говорю, на что он мне присылает? Он говорит, очень похож на тебя. Везет тебе. Мне он свои песни присылает. Сейчас покажу. И песни мне присылает, да. И, собственно, да. И есть шапка сухарей для каждого артиста. Потому что артист изменяет свои планы, он начинает вливаться в шоу. И за это канал какие-то бонусы выделяет для каждого артиста. я не думаю, что у меня этих бонусей было наибольшим из всех. Я не зубатая акула. Я, в принципе, не люблю торговать. Я более творческий человек. Я отвечаю за творческую часть. поэтому я себе там вот у меня мой сосед в определенное время он мне помогал в этой части, потому что он сам финансист. Он ввел переговоры. Он мне там помогал и по договорам, и по всему. он человек рациональный, он человек по бумагам, посидеть, подумать, найти аргументированное решение. Вот, понимаешь, да? А я... А я думала, ты сама все, понимаешь, А переговоры ты сама ведешь? Я такая. Переговоры по деньгам ты сама ведешь? Конкретно? Не, не. Я тики за творческую часть. Да. Ну, вот властное вот в имени помогал. А зараз, ну, сейчас, в принципе, нет, пока нет контактов, ну, так, новых я имею в виду. Все старые нормально приносятся? Так, и ты отказывалась туда-твою? Да, и ты, Боже, она должна быть в гарном настроении завжди. Физически ты говоришь, что ты боялась? Да, и я, власне, переживала за то, что это же надо будет постоянно быть на каком-то каблуке. А у меня же борьба с каблуком, ну, в принципе. А ты, это Масянька у тебя сейчас каблук? Это самый высокий для тебя. Самый высокий каблук. Я знаю эти туфельки из Хелен Марлен. Но это я поздно, если купила, около 70%, я завжди жду с нетерпением этой, с нижечей, хвилины, перед Новым Роком. и постоянно на каблуке. И постоянно на каблуке, плюс это же надо будет свое максимально высокое тело как-то колыхать какими-то движениями. И я не была уверена, что оно получится. Я бы не сказала, что я таки бревно. вот, но... Как тебе писали бесконечно в инстаграм. Но как-то ты так пахаешь, а в кадре такое ощущение, что ты тупо стоишь. Ты понимаешь? То есть мне там, я уже там тычу, я уже там, это вот, у меня все мышцы двигаются. А я смотрю в итоге по картинке, то вроде как-то вообще на расслабоне танцую. Понимаешь? Ну, конечно. И это такая тяжелая задача, что лучше бы я плавала дальше. Но тем не менее, из этого всего ты тоже делала определенное шоу. Твои истории спестрели легкими твоими какими-то репортажами. Черт побери, мы выиграем это шоу. Шопера потерял сознание. Пластмасса лопала. Ты будешь тащить мою ногу. Я не резина, я тетя Олеся. От таких оценок мама потекла. Все, дети, закрывайте очи. Я решила, слушайте, мы живем вообще один раз. Мы вообще не знаем когда, что, как. И это шоу. И если мне там хочет люди видеть, я буду фигачить. Буду стараться и буду працювать. То есть для тебя это было твое шоу? Ну, я изначально, но я не пыталась, я не пыталась прям вот быть балериной-балериной, потому что я же ее не стану, друзья. Ну, ну, как? Ну, человек за шесть недель... Нет, нет, я помню, когда ты только пришла, ты в принципе, это все осознавали и видели, что ты в принципе была на расслабленном, понимая, что ты завтра-послезавтра вылетишь. Да. Но настал когда-то момент какой-то, помнишь ли ты его и какой это был, когда ты взялась за работу и поняла, что ты будешь пахать. То есть вот эта вот переключка из вот этого расслабленного, там все равно, я вылечу, меня так ломало это все. Когда она произошла? Меня так это все ломало. Что такое ломало? На первой же сразу же на первой вечеринке хотела сказать. Вечеринок у нас не было, все танцевали в зам. На первом, сразу же на первом эфире я же повредила руку. У меня локоть вспух так, что до конца шоу, до конца прямого эфира я уже вот так волосы поправить не могла. На страшных таблетках вообще таблетки чуть ли не наркотики какие-то, ты понимаешь, потому что оно ж ужасно, суглоб, суглоб треснул и нету, ни перелома, ничего. И я шесть месяцев восстановить долго еще не могла сгибать, стоять в позе собака мордой вниз. А ты в ней стоишь просто каждый день, да, в этой позе? В принципе, да, особенно во время переговоров. Во время переговоров мы все стоим иногда, пользуясь собакой. Это любимая наша поза, да? Так ты помнишь момент этой переключки, что ты поняла, до горя на все, буду танцевать и идти до последнего? Это уже был финал. Финал? Ну, там уже выхода особо не было. И меня так радовало то, что от сегодня я точно вылечу, ну типа, закончу там все. ты запустила в сторис голосование уходить или нет. Это ты так играючись со своей аудиторией обучалась? Или у тебя был момент отчаяния? Был, конечно. Усталость? Что? Там она 8 раз была эти моменты отчаяния, и 8 раз хотел уходить. Лень, не хочется пахать, не выдерживаешь негатив, не выдерживаешь атмосферу там, напряжённую. Устала негатив, постоянно забывала танец во время прямого эфира каждой третьей секунде. Но этого не было видно. Это не было видно. А я выходила, и у меня сердце в пятки уходило третья секунда, я уже так отрепетировала, я уже так выучила. Блин, забула, что сейчас. И ручку тян. Понимаешь, ну... Я когда вела переговоры и тоже долго думала участвовать, не участвовать, я спросила, а что показывает ваш опыт? Что приводит к победе? Они сказали, главное танцевать. И я начала готовиться уже с апреля месяца, прикинь, брать уроки. Танцевать. Да, главное танцевать. У тебя не получается, а главное танцевать. Вот я так и делала. Ты как раз была человеком, которая разбила это обещанное, скажем так, обещанную формулу, которая сработает. Ты ее разбила об стенку. Ты же уже с 7, с 8 на 10, 12 эфире ты же уже понимала, что это что-то работает, за тебя голосуют каждый раз. Что ты думаешь? Это народная любовь? Я думаю, что просто люди по тебе к экрану чувствуют всегда искреннюю подачу. Не... Ну, опять-таки, вот... Читко всегда чувствуют. Как-то она передается, энергетично. Ну, все были искренни. Все были искренни в своей боли, в своих переломанных ребрах, в своем отчаянии работать, все заучивали. Ты помнишь рабочий паркет? Может, она поинтереснее искренность была? Нет? Что значит поинтересней? Чего ты не можешь сказать «да, народная любовь»? Все же это понимают. Тебя называют народной звездой. Чего ты не можешь сказать «да, ты так не чувствуешь». Я, в принципе, комплименты воспринимаю так... Да? Ну, как-то так. Как? Я не то, что там боюсь комплиментов или там не люблю комплименты, люблю, но я дуже уважительно их сприймаю и так, ну... не особо всегда кричу, радуюсь, там, показываю эмоции. Просто мне кажется, что когда мне делают какие-то комплименты или за меня там даже вот голосуют, то я за это несу ответственность. Да? Угу. И что это ответственность? Что ты должна почему-то? Ну, что просто я должна как-то держать, наверное, марку и отдавать людям теперь за это тоже, ну, чем-то, какими-то эмоциями позитивными, какой-то своей работой, к которой они будут лицезреть и радоваться. Где-то я, может быть, для кого-то мотиватор. Угу. Вот. То, что... Ну, не все охрененно танцуют. Ну, давай-то честно. Ну, там, об этом охренительно плавают, об этом охренительно рисуют. Есть большая часть людей, которые стесняются. Я не буду, потому что у меня по-любому не получится. И вот как раз я вот точно так же. Я не буду, по-любому не получится. Я, наверное, уйду. Вот эти все сомнения и показывала, и люди это видели и чувствовали, и поэтому поддерживали. Тебя изменил проект в чем-то? Научил? Возможно. Да. Что нужно расставлять правильные приоритеты, не забывать про семью, не забывать про личную жизнь, какой бы проект у тебя ни был. Потому что все это все равно мишура. Это связано с тем, что ты на какое-то время перестала, стала меньше с ними общаться и заправить? С друзьями, со всеми. Я не отписывала просто родным людям, потому что я была занята танцами. Я, я намного, наверное, больше была занята танцами, чем все остальные. Особенно под конец проекта. Потому что они все охренительно танцевали, у них получалось, они все маленькие, они как-то, у них это пластичнее получалось. А я старалась хоть как-то уже додавить, чтобы у меня получился тот ронд, еще какая-то фигня в этих танцах, понимаешь? И я забывала, уже я была одержима этим, я стала одержима этой работой. Я перегнула. И что, ты потом поняла, что оно не стоило того? Если ты поняла, что надо все равно помнить, что родственники важнее и семье. Оно того не стоило? Ну, мне же потом приходилось много месяцев организовывать там даже посиделки те же с друзьями, чтобы опять вернуться, спросить, ребята, а как у вас? То, что в тебе было, это понятно, что в тебе все зашибись. А ты спитала, как в мене? А нет. А я же пританцевала. Поэтому, да, приходилось налагоджувати, скажем так, суспильную работу с друзьями, с семьей и так далее. И я поняла для себя, что это очень тяжелый труд вообще этот шоу-бизнес, какой-то проект, там, ты або певица, або артистка, вот так далее. Потому что работа занимает качественно, чтобы хорошо что-то было, оно должно занимать все время. А если ты хочешь еще что-то, то тебе нужно грамотно поеду вот это все. А ты не думаешь, что... Находить баланс, понимаешь? И сейчас я просто очень серьезно отнеслась к этому проекту, как каждому. А нужно как-то уже полегче это спрямлять. Ничего страшного не будет. Там, зачем рыли бы мы на этих танцах, как бы оно там все закончилось и так далее. это сейчас. Завтра уже будет по-другому. Жизнь не прекращается, понимаешь? Но за это время ты можешь потерять важного человека. Понимаешь? Или разрушить какую-то связь с другом, с человеком, с женкой, ну и так далее. Понимаешь? С мамой, с папой. Но это не касается только танцев, мой друг. Это касается в принципе одержимости работы. Работа. Не надо так быть одержимой работы. Не надо. А у тебя сейчас как раз самый пик этого. Нет, нет. У меня приоритеты поменялись. Сейчас у меня самое главное моя работа это... У тебя три проекта на новом канале. И хорошо, справлюсь, уверена. Все. Желайся уже все. Я уже в юбках хожу, на каблуках хожу. У меня уже нету тех больных тараканов, которые были, что все переживательно ко всему я так относилась. Ой, как же, а как у меня вот как я в этом платье буду? Оно же такое короткое. Да плювало я вдевайте меня. Хоть клоуном буду стоять. Сейчас мне важно каждое утро позвонить маме, скупить, чтобы у меня были всегда продукты в холодильнике. А то, понимаешь, зацвело все за четыре месяца танцев. Чтобы потом не могли не домыться, ничего. Три кучи вещей лежало. Беспорядок полный вообще. Приходила в десять утра, уходила, вечером в десять утра прихожу, это кучка вещей. Утром встала с той кучки достала, одела. И вот так вот просто, понимаешь, все вышло из-под контроля. Нельзя так. Нет, надо все умеренно как-то. И вот это самый главный талант еще. Какой надо, чему надо научиться, это расставлять приоритеты и все в балансе должно быть. Значит, тебя не хватит. Ну и тем более, если ты планируешь все-таки семью. Да, конечно. Потому что такая круговерть событий, какая в твоей жизни, она очень многое может тормозить. потому что твой тыл, вот это самое основное. А если ты будешь приходить, крутая звезда, 350 проектов, гонорары, шмонорары, а тебя будут дома ждать никто? Рафик, такая жизнь. Не, ну Рафик, Рафик вообще в принципе со мной везде. Ну, если к этому относиться как к работе, когда ты знаешь, когда вот эти какие-то приятные моменты, воспоминания, фотографии, вот это, это же вот это самое главное. Но ты не сможешь, ты не сможешь, будет у тебя этот человек, и он у тебя и был, и возможно еще будет. Да. Тот же, или какой-то другой, короче, у тебя будет все круто в личном плане, но ты будешь из-за этого пересматривать вот такое отношение к работе? Да. Да. Я гончей лошадью не буду уже, так как я гналась, пробивала муры, двери и так далее, это настолько тяжело. Все уходило туда, уже не буду. Это наступит тогда, когда ты почувствуешь настоящее отношение? Или ты сейчас пересмотришь, чтобы получились отношения? Я уже сейчас работаю по-другому. Вот, скажи, Дианка, как мы кто против блондинок отсняли? Мама была в настроении, в спокойствии, дзен, правильно? И хватало времени, и все хорошо, и программы классные, и рейтинг будет, я не сомневаюсь, и все счастливые, понимаешь? Так что ты изменила? Вы до этого записали первый сезон блондинок, что ты такого поменяла? Я изменила себя. В том плане, перестала рвать вот это вот это. Перестала рвать, а уже на уверенность, на спокойствие, на любви, на самой к себе. Я себя уважать начала, что не стоит, никакой павильон, никакая программа того, что потом ты лыжишь под капельницами, тебе никто не придет, потому что ты потеряла связь с друзьями, со всеми, потому что ты была занята работой. Поэтому, да, по-другому надо всегда. Вот спросили, как у тебя дела, в ответ, а у тебя как дела? Не забывать. Да, люди обычно забывают это делать. Да, забывают. Да, всегда забывают делать. А потом в один момент тебе просто все в один момент скажут, да понятно, что в тебе все зашибись. Не, ну в тебе понятно все хорошо, мы видим. Знаешь? Интересно, теперь еще интереснее наблюдать за твоей жизнью. Ну, я думаю, в профессиональной среде ничего не поменяется. Будут те же хорошие цифры, те же хорошие шутки и все будет классно, но при этом я буду себя еще хорошо чувствовать. Последний. То ты же ответишь на запитание. Да нет, ты хочу, а потом обидишься на меня. Нет, давай ты. Нет, нет, я тебе сказала, после того, что с нами произошло, уже, я на тебя, мне нужно что-то очень сильно постараться, чтобы я на тебя обиделась. Понимаешь? Потому что есть вещи, которые для меня важнее. Леся очень сильно меня поддержала в тот момент, когда не поддержал никто и когда я могла наделать кучу глупостей и ошибок. Она поддержала меня как настоящий друг, будучи мне совсем чужим человеком. Для меня это важнее, чем какие-то легкие обидки, по большому счету. Когда для меня человек поселяется в том отсеке моего сердца, не в ошибаемом, все остальное для меня мелочи. Моё самое большое разочарование в жизни, что-то связанное с людьми, которые, конечно, меня, которых я любила, обожала, верила, доверяла очень много. И они меня потом... Думаешь, зависть? Нет, я вообще не разознаю. У меня в половине случаев нет этому объяснения. Не знаю. Но это бывает с каждым человеком. Это то, когда ты ранен настолько, что у тебя отключается осознание, почему. Ты думаешь только за что? Что ты сделал? Почему так несправедлив в принципе мир? И как ты... И у меня самое главное, что как я могла так ошибаться? Блин, какие в твои красивые волосы? Это твои волосы? Можешь потрогать, нету ничего нацепить. Это не накладка, хотя? Ну, трогай, трогай. Ты не глазливая? Боже, какие красивые волосы. К мальфару мне твоему потом не надо будет? Прям вообще... Ну, это генетически, да? Генетически, да. Зато у меня ресниц совсем практически нет. Мосяньки. Мосяньки, да? Мосяньки. Все пошло вот сюда. Так ты с кончиков... А вот интересно, ты когда вот так вот вставляешь шутку, ты в этот момент придумываешь, что тебе сказать дальше? Да, да. Круто. Пробила-пробила тему, Валесе Ивановне Никитюк. Декоторые люди, я тоже заметила такой момент, нужны нам на определенные этапы. Наверное, да. Вот ты думаешься, ну, как же ж так, ну, дружины, ну, 15 лет с одной тарелки на одной съемной квартире. Да с одним и тем же встречалась, только, ну, перерыв был, знаешь? А сейчас вообще... Ничего не связывает, да? Ноу-коннект. Не, ну, это нормально. Дисконнект полный вообще. Страшнее, когда есть коннект. Страшнее, когда ты веришь, а тебя потом обманывают. Так, в наступной программе вы бы бачите, кто обманул Машу Ефросин. Не, не побачите. Залишайтесь с нами, ставьте лайки, жмите колокольчик. И... Я знала, что это будет очень интересно. Да? Но я так хотела увидеть тебя честной, откровенной. Не увидела? Увидела, я счастлива. Я не хотела, не хотела те интервью, которые я, те малочисленные интервью, которые я видела на других каналах и в журналах, где ты взвешиваешь каждое слово. Мы, в принципе, к интервью так относимся. Мы, когда нам приходит запрос на интервью, я всегда смотрю, какие там вопросы, какое наполнение. И я сразу вижу, что некий начинающий журналист. Я говорю, если вы очень хотите, я напишу вам эти вопросы. Но чтобы был какой-то контент интересный. Заметь, я не спросила, как ты попала на телевидение в «Горю орешку». И существует ли по-настоящему золотая карта. Ты в моем сердце навсегда. Спасибо тебе большое. Спасибо, моя девочка. Стартапер, Маша. Стартапер. Влогер, стартапер. Влогер, стартапер. Посол, добриори,